Приветствую, друзья! Микрофон упал, стукнулся об стол и поэтому, не знаю, программа соскочила или нет, напишите, пожалуйста, мне хороший ли звук, потому что мы с Валентиной Эдуардовной Киселёвой готовим вебинар. И мне надо, чтобы звук был нормальный. Если вы мне напишите, я его трогать не буду. А если он сорвался, надо Владу будет мне позвонить, Влад поможет мне там на расстоянии, подключит программу, и мы снова проверим микрофон. А что я хотел сказать? Смотрел я несколько вечеров Эдхарг Толли. Это духовный учитель, он обучал там в Голливуде актёров, и, естественно, через это распространялась его теория, сила момента, здесь и сейчас, и так далее, под разными названиями. Я его очень люблю, он очень такой талантливый человек. Я его иногда смотрю. Эдхард Толли. Кто не видел, тоже посмотрите, пожалуйста. Очень интересно. И вот этот момент, который он пытается объяснить, описать в разных вариантах, подойти к этому моменту, о котором мне недавно участница нашей школы, человек будущего, хомофутуру, сказала, «Когда я по вашей рекомендации раздвинулась зрачки, я, говорит, вдруг перелетела в такое состояние блаженства, безмятежности». Ой, опять видите, чуть не упала. Такое состояние безмерности, безграничности. Наверное, вы об этом говорите, когда говорите о нулевом состоянии. Да, я говорю об этом, да, я привожу разные примеры. Вот как раз этот пример я сейчас привёл, что она приставляла два пальца, как раздвигаются по моему приёму, который рекомендовал, зрачки. Да, и в какой-то момент, говорит, через несколько секунд вдруг поменялось состояние, стало такое лёгкое, такое воздушное. Прямо так пишет, меня так это обрадовало, молодец, как она правильно всё поняла. И на вебинаре, который мы будем с Валентиной Эдуардовной Киселёвой к Новому году, в Новый год, без забот, где и она, и я будем и теорию, и практику давать, и технике давать. Там тоже будут и звезда хаоса на уровне глаз, и останови зрачки, и раздвиги зрачки. А если вы вспомните, то в одном из роликов я рассказывал давным-давно, как один старый, мудрый еврей рассказывал мне, Которому я помогал иглотерапией, ходил ещё молодым, совсем врачом ходил, его лечил от тяжёлого заболевания. И он мне показал в знак благодарности одну вещь. Он взял журнал, и там Пушкина портрет, и он говорит, смотри за моими глазами. Это у меня в ролике есть, я не помню название, у меня там тысяча этих роликов. Но он показал тогда, он говорит, смотри за моими глазами, и я смотрю, и вдруг он смотрит глаза в глаза Пушкину, и вдруг его глаза так, и раздвинулись. И он говорит, если сможешь делать параллельный взгляд, у тебя в жизни проблем не будет. А он был раньше. Он говорит, знаешь, кем я раньше работал? Я, говорит, работал в Тбилиси парикмахером. А ты знаешь, что такое в Тбилиси работать парикмахером? Ну, это было ещё Советский Союз, там, и так далее. Я не знал, что значит в Тбилиси работать парикмахером. Ну, наверное, очень большой почёт, большое уважение, наверное, он... Ну, не знаю я, он этим гордился. А я ему помогал, да, помогал, помогал, ходил по вечерам, эклотерапию делал. И он мне в знак благодарности, он это сказал. И ещё он сказал мне, слушай, давай я тебя подстригу. Я говорю, как, Леонид Ильич его звали. Я говорю, как это? Он говорит, вот у меня машинка сохранилась. Он вытаскивает допотопную машинку, такую механическую, давай садись, я тебя подстригу. А я так перепугался, думаю, сейчас меня подстрижёт. Ой-ой-ой, ну, короче говоря, из уважения, из уважения я сел. И он меня подстриг. Ну, лучше бы, конечно, он меня не подстригал. Возраст у него был не тот, и руки не те, и машинка не та. И поэтому я потом ходил, один висок здесь, один здесь, недельки-две заходил, пока не зарос. Ну, такие удивительные истории. Ну, так дело в том, что я ему так благодарен, потому что только через много лет я понял, какую изумительную, волшебную, эффективную вещь он мне тогда преподал. А я не оценил. Я оценил это только потом, через много лет, когда сам пришёл к этому, совсем решая другие вопросы. И вот пришёл к этому и понял, какое это имеет значение. Но так же каждый из нас находится в оковах своей доминанты, своей личной ограниченности. Потому что его волнует только то, что его волнует сейчас. И мы не слышим друг друга, и мы не понимаем, и можем понять достижение чьё-то. Например, мне говорят, да что вы там мажете какие-то картины? Не понимают. Я тоже не понимал, что там подумаешь, шедевры какие-то. Вот взял кисточку, попробовал нарисовать солнышко. Вот возьмите кисточку, нарисуйте солнышко. И поймёте, что за каждым мазком целая жизнь. Целая жизнь за каждым мазком. И в зависимости от того, в каком вы состоянии находитесь, у вас возникает то или иное движение. Это как музыка. Музыка, живопись, та же музыка. И математика, та же музыка, только пишется другими нотами. Гармония. Ты ищешь гармонию, и когда ты сам гармоничен, ты можешь сделать гармоничное. Я не знаю, сделал гармоничное или нет. В зависимости от того, в каком вы состоянии, вы либо видите гармонию, либо не видите гармонию. Это же то же самое. Всё зависит от того, в каком мы состоянии, в каком мы перенапряжении, в зацикленности, в какой мы доминанте находимся, в влюблённости, или в траурной доминанте, или в какой другой. Как выйти из доминанта? Как сделать бесконечность? Как выйти на эти просторы безграничности и безвремени? Эрхард Толли об этом писал столько книг, и он учил голливудских киноактеров, и они, естественно, популяризировали его методику. Я тоже в своё время, вот как путил одни и те же у людей нормальных, я тоже в своё время создал теорию лифта, и с помощью этой теории я познакомился с актрисой Натальей Вилькиной, я рассказал теорию, и она говорит, так это интересно, она в Малом театре работала, мы с ней дружили. Теперь её дочь, да, актриса, которая потом, я её пригласил, в ВТО у меня была встреча с актёрами, режиссёрами, много было аудитории в зале, Элькина тогда организовывала всё это. И там у меня как раз-таки дочь Наташи Вилькиной была на сцене, и я её научил саморегуляцией, и она летала на сцене, и там в зале сидели очень много известных режиссёров. А на сцене у меня ещё была народная актриса, ой, забыл, кто же тогда, Людмила, Людмилу фамилию забыл. Ну, там у меня в роликах есть всё это, а сидел как раз-таки маршал Жукова, кто играл у нас, а? А, во! Мы с ним потом ехали в лифте, а он мне сказал, а после шестидесяти можно такие эксперименты делать? Потому что дочка Натальи Вилькиной по заказу зрителей превращалась то в одну роль, то в другую, порхала. Да. И вот как раз-таки народная актриса, которая была там, она сказала, вот я, говорит, столько лет, говорит, пыталась из роли в роли найти эту свободу, и вот теперь я, говорит, руки развела и нашла. И Ульянов, актёр, актёр, который играл Жукова, он её спрашивает, Люся, что за свобода такая? А она говорит, вот, представляешь, Мишенька, вы все на меня смотрите, а мне до лампочки. Вот что! Это состояние, это особое состояние, о котором Эдхард Толли писал. Он и в Москву проезжал, и в Москве тоже был, и, кстати говоря, и столько он писал, и находил это состояние, описание этого состояния, и в Рамаяне, и в Махабхарате, и везде примеры приводил, и так далее. Но я лучше описываю, потому что, когда я сказал, что девочка, которая задремала между сном и бодрствованием, от утомления, глядя в окошко, на уроки, и учительница подходит, и Петрова, ты где? Бах, она выскочила оттуда, она в этом состоянии находилась. И такие примеры привожу, и про Будду, что Будда в этом состоянии, безмятежности, на любом состоянии, как я назвал, и чем отличается Будда от этой девочки, потому что у девочки это от утомления, монотонии урока, а вдруг такое, как называется, выпало, что ли, или состояние не ума, бездумья. А Будда вызывает это, когда он хочет, по своему желанию. Вот разница в чем. Но я такие примеры привожу, и поэтому то, что я говорю, понятнее. Но пути были те же самые. Я так считаю, что все люди, которые чего-то там делают, они все идут разными как бы путями, но на самом деле одним и тем же путем. Путем самоизучения, самоисследования. И вот я вам сейчас скажу. Я задумался, что эта девочка мне сказала из нашей школы Человек-будущего, Хомофутуру, что когда она взяла два пальца, как я рекомендовал, стала на них смотреть и медленно разводить глаза, зрачки, и потом вдруг почувствовал такое необыкновенное состояние сброса лишнего напряжения. Это тоже пример. Так я потом задумался, вот слушайте внимательно теперь, я потом задумался, я вот так лежал утром, вот так вот полусне, полубоверствование лежал и представлял себе вот эти, сам же то, что я рассказывал, представлял, как пальцы расходятся, потом вдруг я сразу вспомнил, что и руки, когда мы представляем, что расходятся, так, я подумал, и в этот момент стал анализировать, что же там происходит, а то же, там происходит максимальное сосредоточение. То есть и она, эта девушка, которая мне написала такой хороший коммент, и я в этот момент, я максимально сосредотачивался, представляя, что руки расходятся, в этот момент, такого глубочайшего сосредоточения, она представляла, что зрачки расходятся, и в этот момент, я вдруг почувствовал, какое-то такое облегчение наступило, ну как гора с плечи, и вот я лежу, представляю себе, и вот как я сумел представить, что у меня зрачки разошлись, или представил, что руки разошлись, какое-то стало облегчение такое, так вот это у нас будет с Киселёвой Валентины Эдуардовны, я там буду, когда свои методики показывать, а она свои, и там мы на вебинаре 27 числа, 20 часов в Новый год без забот, и там будет такое невероятное, потому что там кроме этой методики я покажу ещё 5-6 методик, посекундных, чтобы вы могли в любой момент жизни, где бы вы ни находились, в каких бы обстоятельствах ни находились, чрезвычайных, критических, кризисных или каких, за 5 секунд, даже короче, могли моментально, после маленькой практики там, на вебинаре, моментально могли бы снимать любой стресс, и выходить на это состояние бесконечности. Что я хочу вам сказать? Мне ещё одна участница школы написала, что она, когда выходит на это нулевое состояние, она чувствует праздник в душе, она чувствует, что она соприкасается с нечто, это такое, это то. Я думаю, что многие это Бога бы называли. Да, но кто как понимает, да, это у кого какой Бог. Но я выходил на это бесконечности, и она вышла на это бесконечность, на безвремение, на безграничность. Это что такое? Освобождение от блоков сознания и блоков тела. Это раскрепощение максимальное происходило, момент максимального сосредоточения. В моменте. И как я говорил про потягушенький приём, по ключу два, когда ты тянешься утром, максимально сосредоточиваешься, напрягаешься, и в этот момент пожелаешь, что у тебя день пройдёт хорошо, он так и проходит. Реально. Так вот момент. Это очень важная вещь. Когда метод ключ, элементы ключ-2, а ключ-2 полностью я никогда не открываю, чтобы там кто-то себе на кухне атомную бомбу не смог изобрести, или там ещё что-то такое сделать. Ещё что я хочу сказать напоследок сегодня. Очень важный момент. Сейчас очень модно говорить о квантовых переходах. Будьте аккуратнее. Потому что, когда начинают все говорить, как в своё время, когда была неопределённость большая, после Великой войны, это в своё время мировая война была, много лет назад. Юнгом увлекались в этой неопределённости, ещё чем-то увлекались, спиритизмом тарелочки крутили, судьбу предсказывали, ну, много. Сейчас потом появилось биополе, так называемое, когда Джуна появилась, потом появилось ещё чего-то, сейчас Марсиане появляются, там много чего пишут в интернете, будьте аккуратнее. Потому что это увлечение квантовым полем, когда человек доверяет не своим ресурсам, не своим силам, а представляет себе какое-то квантовое поле, теперь вместо биополя квантовое поле, и теперь у него появляется, будьте аккуратнее, потому что многие люди, особенно впечатлительные, начинают впечатляться, что они себя программируют через это квантовое поле. Вот мне один мужчина недавно такой, Петров мне написал, слушайте, я, говорит, сам себя запрограммировал, я стал общаться с квантовым полем, вышел в этот эфир всемирный, и там, говорит, я представил своего начальника, и представил, что он не улыбается, и я пришел на работу, и он мне улыбается. Значит, я ему через квантовое поле передал информацию, и я его запрограммировал. Я, говорит, видел, как один врач рассказывал, что теперь он сам себя программирует, и через это он просто молча сидит среди своих больных, и они на него смотрят, и тоже через него сам себя программируют позитивно. И вот это будьте аккуратнее, пожалуйста. Потому что самовнушение и внушение, и понятие избирательности, когда вы себе настроили, например, что ваши соседи будут вам улыбаться, или начальник будет к вам хорошо обращаться, это никакого тут квантового поля нету. Это работает ваша избирательность. Да, вот сейчас многие-многие начнут со мной спорить. Пишите комменты, аргументы приводите. Да. Потому что отменить то, что вы считаете для вас правильным, я не собираюсь отменять. Я просто как специалист вам объясняю. У меня был приятель, который с крестом ходил. Родители приходили с детьми больными, на руках держали детей, а он ходил, их осенял крестом, а они после этого выздоравливали. В Петербурге. Ну, тогда Ленинград назывался, а он профессор сам по психологии. И вот это осенял крестом, и они выздоравливали. Осенял крестом мамаши, мамаши себя. Теперь по-другому к детям относились, по-другому их качали. И поэтому у них другие отношения были. Дети выздоравливали. А не прямым способом, вот так. Понимаете, сколько разных вариантов психологического воздействия. В самых разных примерах я вам привожу, чтобы вы поняли суть. Как вы настроены. Вы так и видите. Точно так же, как и в картине. Настроены увидеть там сказочный городочек, дома сказочные. Вы видите. А настроены, что это какая-то мазня, то будет мазня. Это зависит от вашей настроенности. Никакой передачи между нами, телепатической, телепатической, через какое-либо поле нет. Просто словом, квантовый переход, квантовое поле, людей запутали. Я думаю, ненарочно. А просто потому, что есть очень много впечатляемых людей, есть очень много людей искушённых. И когда Джуна выходила в зал, и руки все так держали, и она делала так движение, и каждый чувствовал биополя. Точно так же я вам скажу напоследок. В своё время профессор выходил с двумя пробирками в зал. Лекция была по внушению и по психологии. И говорил, я открываю пробирку, кто первый почувствует запах бензина или спирта, поднимите руки. И там, и там, и там, и там, и на десятом ряду кто-то поднимал руку. А потом он говорил, дорогие студенты, обе пробирки были со стерильной водой. Итак, друзья, посмотрите, пожалуйста, сайт хасай.ру. Там в магазине есть четыре коротких урока для новичка. Что такое метод-ключ и для чего он нужен. И ещё есть в хасай.ру в магазине, там в меню, там есть пакет из целебных роликов. Один целебный ролик там с ключевым дыханием одноминутным и волной. в пакете в нескольких видео выдаётся, чтобы каждый из вас мог найти своё. И там вы находите вот это состояние безмятежности, безграничности, безмерности. Вот это состояние, которое можно назвать и законы природы, большая природа, и можно назвать Бог, и нас вера, и можно назвать биополе, и можно назвать квантовый переход. Как угодно вы можете назвать, но всё остаётся людям, всё в нас. Как мы видим, как мы верим, чему доверяем, то и получается. А как говорил Миллер, верить никому нельзя, а мне можно. Ну и Миллер, так говорю, помните, 17 днём весны. Мне верить можно, потому что благодаря своим теориям я создал методики, с помощью которых помогал тысячам людей выходить из тяжёлых стрессов. Беслане, Кизляре, Каспийске, готовил испытателей международной космической программы Марс-500 и так далее. То есть я, когда говорю, я знаю, что я говорю. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok